13 ноября 2021 года Босния и Герцеговина в рамках предпоследнего тура Евроотбора чемпионата мира 2022 принимала Финляндию. Очень важный матч для Украины, где самым благоприятным результатом была бы ничья. Но и победа любой из команд оставляет нам шансы на кадрский Мундиаль. Про накал поединка говорит тот факт, что уже на пятой минуте английский арбитр побежал за поле для предупредительной беседы с тренерами обеих команд. А через несколько минут по-свойски так, обхватив рукой шею, успокаивал уже капитана Босняков, когда тот требовал пенальти в финские ворота. Но ежевар, так что указывать судьей на нарушение правил не стоит. Сам со своими помощниками разберется. Хозяева попытались завладеть инициативой, давление на финские ворота создавали, но при этом в середине первого тайма уже могли дважды пропустить. Но сначала Пуки после перехвата мяча в центре поля побежал один на один с галкипером Боснии и Герцеговины. Обвел его, но подоспевший защитник выбил мяч за поле. А потом дальний удар Финна нашел в боснийской штрафной руку Пьянича, желтая карточка пенальти и Пуки не смог переиграть Шехича. Счет не изменился. К радости трибун и нас, поклонников сборной Украины. Но позитива поубавилось, когда Маркус Форс животом втолкнул мяч в ворота хозяев, замкнув прострел с правого фланга. 0-1, 30-ая минута. Но скоро и для гостей пришло время негатива. Райтала, грубо прорывая стремительный проход по левому краю Колышанаца, которого под руки вывели с поля и заменили. Арбитр Майкл Оливер без раздумий достал красную карточку. Финны в меньшинстве. Но гости начали второй тайм. Вроде бы это у соперников было на игрока меньше. И после парочки неплохих моментов Робин Лот вонзил мяч в сетку Боснии и Герцеговины. 0-2 на 52-ой минуте. Теперь уже и ничья для команды Ивайло Петева в радость. И она, радость, стала обретать реальные очертания на 69-ой минуте, когда подачу со штрафного красивого падения подправил в ближний угол Лука Минаво. 1-2. Но финны и бровью не повели. На пропущенный мяч ответили своим голом со стандарта. На вес Ошоу Несси оббежал всю толпу игроков в боснийской штрафной и в одно касание отправил мяч в сетку. Вар надежды хозяев развеял Майкл Оливер, указав на центр. 1-3.73 минута. Финляндия побеждает, что есть худшим вариантом для Украины из всех возможных. Теперь нашей команде не только нужно побеждать Боснию и Герцеговину, которая уже утратила всякие шансы на второе место, но и следить за параллельным матчем Финляндия-Франции, а куда французы могут приехать не сильнейшим составом. Такие вот маслята, хлопчики и девчата. С вами был Саныч, до новых встреч.